Даша умная, талантливая и очень целеустремлённая. Поход в школу для неё праздник. Общительной ученице сложно находиться на домашнем обучении. И всё же она старательно занимается и верит, что в скором времени сможет бывать в школе каждый день, а не только пару раз в четверть. Уже несколько лет в состоянии Даши поддерживает специальный прибор – кардиовертер-дефибриллятор. В случае внезапной остановки сердца он даёт разряд и автоматически его запускает. Я очень хочу выздороветь и жить нормальной, полноценной жизнью, как живут мои сверстники, друзья. Я очень устала от того, что нужно постоянно думать о таблетках, пить их, постоянно ездить в больницы. Я устала жить в постоянном страхе, что что-то может случиться плохое. Борясь за жизнь дочери, Людмила Сутабалова объездила полстраны. Девочке было проведено множество операций в крупных городах. С появлением дефибриллятора состояние Даши на некоторое время стабилизировалось. Но, к сожалению, техника, пусть даже медицинская вещь, непредсказуемая. Аппарат стал давать сбои. У моего ребенка в сердце находится один сломанный электрод в правом желудочке, один электрод в правом желудочке, который с дисфункцией, он не считывает ритм сердца. И, соответственно, он не может правильно воздействовать на сердце для того, чтобы оно правильно работало. Врачи уверяют, здоровье девочки в руках немецких кардиохирургов. В Берлине за одну операцию обещают решить все проблемы. Но для этого придется собрать 50 тысяч 172 евро. Одинокой женщине с парализованной матерью на руках и больным ребенком о таких деньгах можно даже не мечтать. Я хотела бы попросить людей, чтобы они нам помогли, потому что просить это тяжело, не просить невозможно. Нам нужна помощь в оплате этой операции, потому что моему ребенку обещают, что ей могут там помочь и сделать максимально много. Мы обратились к Ирине Котовщиковой, депутату Единой России. Она первая откликнулась на просьбу о спасении Дашеньки. Под ее руководством успешно работает благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Пути преодоления». На протяжении последних четырех лет она поддерживает не только отдельные семьи, но и учреждения, где живут и учатся особенные детки. Я и как депутат, и как президент благотворительного фонда, и как мама, и как женщина хочу помочь и буду помогать Дашеньке. Она как раз в таком возрасте, когда я представляю все ее мысли о том, что она молодая, она хочет жить полноценной, счастливой жизнью. И мы все должны помочь и поучаствовать в этом. Ирина Анатольевна перечислила денежные средства на расчетный счет Даши. Но на этом мы не заканчиваем поиск благотворителей. И если вы можете хоть чем-то помочь этой семье, не оставайтесь в стороне. «Я хочу попросить помощи, поддержки у всех, кто сейчас нас увидит. Я прошу вас помочь моему ребенку стать здоровым. Мы очень много прошли в этой жизни, мы очень много провели в больницах. Это очень тяжело видеть, когда твой ребенок умирает у тебя на глазах». Оксана Зинкова, Маргарита Покровская, Константин Алехин. Новости моего города. Новости моего города.